Всем доброго вечера, дорогие друзья! Мы наконец добрались до винной столицы Грузии. Мы находимся в Телбаме. Это тот самый город, который упомянут в известном всем фильме Мимино. Здесь очень много связано с этим фильмом, и даже аэропорт, который тут находится недалеко, называется Мимино. Что хочу сказать. Мы сегодня были на дегустациях вин на винзаводах. Никаких сюжетов вы оттуда, к сожалению, не увидите по той простой причине, что на винзаводах снимать категорически запрещено. Естественно, понятно почему, чтобы не ушел рецепт куда-нибудь. Но тем не менее, что-то они рассказывают, что-то даже охотно, что-то менее. Я пил сегодня различное вино прямо из цистерн, которые вмещают в себя по 20 и более тонн этого замечательного напитка под названием вино. Я сегодня пробовал и Алазанскую долину, белое, полусладкое, и белое сухое мукузани, и красное мукузани, и цинандали, и даже мою любимую хвенчикару. Наконец-то я попробовал. Я купил несколько бутылочек, и одну из них, бутылочку с опирая красного сухого, приготовил для себя. Хотел вам о ней рассказать, но случилось неожиданно. Вы видите прекрасное место, в котором мы остановились. Замечательные сверчки. Я слышу цикад. Мы находимся в замечательном гейстхаусе, как это называется. Прекрасная атмосфера. Замечательные хозяева. Просто приятно вас удивили тем, что, когда мы сюда приехали, вечером уставший хозяин, являющийся, естественно, уроженцем в Телаве, одной из деревень, этой прекрасной области, угостили у меня вот такой небольшой бутылочкой собственного вина. Я ничего о нем не знаю, кроме того запаха, который оно источает сейчас. И я могу сказать вам, что это определенно сухое, ну, определенно красное. Скорее всего, сухое. С замечательными плодовыми ароматами. Я нанюю его пока. Сейчас. Мы сделаем все это, как это должно быть. Как это должно быть. Берем обязательно, если вино нужной температуры, мы обязательно должны взять его за нож. Да, должны взять его за ножку. Тут не очень хороший свет, поэтому мы не увидим каких-то, может быть, оттенков. Да, мы немного его так поболтаем, чтобы почувствовать аромат. Определенно это очень похоже на ховячкару. Серьезно. Я даже боюсь пробовать. Потому что я очень люблю ховячкару. Удивительный аромат. Слушайте, да. Я сегодня был на нескольких винодельнях, где попробовал различные уникальные сорта вин. Я вам могу сейчас с определенной точностью заявить, что, возможно, это одно из лучших. Действительно. Это собственный виноградник. Действительно виноградник. Тут очень важный момент, друзья. В Грузии вам предложат огромное количество домашних вин. Практически в каждом доме вы можете попробовать, купить, все что угодно. Но, но, очень важно. Нигде, кроме Телави и региона, вы не попробуете вина собственного виноградника. В чем суть? В других различных районах Грузии виноградников нет. Их, в принципе, нет. Все виноделы из других районов, они просто-напросто едут в Телави и покупают здесь сусло винное. Их уже там готовят вино. То есть, это совершенно разные истории. Совершенно другие принципы и все совершенно по-другому. То есть, в принципе, по большому счету, везде, кроме Телави, домашнее вино, извиняюсь за выражение, бурматуха. И только здесь, только в Телави, вы можете попробовать что-то вот такое. Почему? Потому, что здесь тот человек, который мне, собственно, презентовал эту бутылочку вина. Он сам этот виноградик вырастил. Он сам его полил. Он сам его собрал. И все остальные манипуляции. Он произвел с ним лично сам. А не где-то что-то купил, там, то, все, пятое-десятое. То есть, это настоящее, домашнее, выращенное вино. Приятного аппетита. Покупайте хорошее вино.